МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот период сложен вдвойне. От того, кто окружает ребенка в этот период, какую поддержку оказывает, зависит успешность его самостоятельной жизни. У каждого народа было свое. Нет, чувашские вот эти вот. Вот с таким носком. Вот это именно женские лапти. С такой косичкой, с украшением. Вот это вот. Мужские. Ну, мужские, русские. А это вот мордовские лапти. Краевический музей – прекрасное место, где можно в тишине размышлять о том, как всесильно время, как важно знать прошлое, чтобы строить планы на будущее, и чем отличается наше настоящее от одного и другого. Дима любит приходить сюда на музейные занятия, чтобы поговорить с Натальей Фадеиной о том, как в годы Великой Отечественной войны в Чувашии строили летательные аппараты. В 1941 году, сразу после начала войны, в нашем городе начали выпускать все предприятия, не только один деревообрабатывающий завод, начали выпускать военную продукцию. История планера Г-11 началась 7 июля 1941 года, когда Владислав Константинович Грибовский получил задание на разработку планера, который способен был вмещать 11 солдат. И советское руководство планировало массовый выпуск планеров, и их производство было налажено в нашем городе. В отличие от самолетов, планеры были проще в изготовлении, дешевле, легче, не производили шума, что особенно важно, если приходилось забрасывать десант на территорию врага. Он полностью состоял из дерева. Он не тонул в воде. Что? Не тонул в воде. Как их запускали? Катапультами, другими самолетами. Буксирами. Как этот змей воздушный, то же самое. В Сталинградской битве, кстати говоря, планеры тоже большую роль играли. Была специальная операция, называлась антифриз, и на десантных планерах доставляли антифриз для танков. Интересные подробности биографии самого конструктора Грибовского. Когда ему было 10 лет, воспитанник Гатчинского сиротского дома побывал с экскурсией на аэродроме и заболел с этих пор авиацией. И вот Грибовский свои самолеты и планеры испытывал всегда сам. Дима тоже воспитанник детского дома и тоже интересуется авиацией. Он делает модели. Впрочем, не только самолетов, но и зданий. Говорит, что это занятие помогает ему сосредоточиться. В будущем Дима хочет стать конструктором. Но если не получится поступить по этой специальности, то будет поваром. Готовить он уже умеет. Но техническое творчество Диму интересует больше. А еще он большой любитель рыбалки. Через год Дима закончит 9 классов. и пора будет определяться с выбором профессии. Диме очень хочется, чтобы в его жизни появился старший друг, который бы помог ему в профориентации и разделил бы с ним его увлечения. Я бы хотел, чтобы этот друг был тот, который очень долго поработал на машиностроении. Чтобы он мне помог разобраться в этом, если что-то у меня не получалось помочь. Еще бы я хотел, чтобы этот друг был рыбаком. Когда, например, я буду работать, работать, у меня будут выходные, с ним на рыбалку съесть, развлечься съездить. Сотрудники Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тоже считают, что старший друг Диме очень нужен. Он является авторитетом. К нему прислушиваются, за советом обращаются. То есть он является авторитетом и лидером среди сверстников, ну и младших тоже детей, дошкольники его очень ценят, уважают, прислушиваются. Он человек добрый и открытый. Он не такой вот, чтобы как-то хитрить, чтобы, да, у него все душа открыта. Он не может вот таким быть злым, там. Он очень общительный человек, поэтому вот где-то вот в этой сфере ему нужно искать какую-то роль определенную. Ну, то есть реализовать его потребности, да, какие-то способности, таланты, может быть, в каких-то конкурсах участвовать, да, вот в таких, где нужно выступить или что-то там, показать себя, проявить. То есть он должен быть реализован. Другом и наставником можете стать вы. Звоните 8 8352 76 68 68 8 967 476 68 68 или заполните анкету на сайте www.наставник21.ру Специалисты вас обучат, сопроводят и помогут подобрать воспитанника. Для создания видеоанкет и обучения наставников нам необходима финансовая поддержка. Помочь проекту можно, отправив СМС со словом «Наставник» на номер 3434. Стоимость СМС 50 рублей на номер 3434. Поддержка проекта. Министерство образования и молодежной политики Чувашии. Национальная телерадиокомпания Чувашии. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного фондом президентских грантов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова